864 километр Чуйского тракта. Республика Алтай – село Чиган-Узун. Именно с этой точки начинается дорога на Алтайский Марс. Кто и когда так впервые назвал это место, неизвестно. Алтайское название – Козылчин, Красные ущелья, в переводе с древнетюркского – Ров в ущелье. Марс-1 и Марс-2. Цветные горы условно разделены на два марсовых поля – Марс-1 и Марс-2. Их разделяет 3 километра. От первого поля необходимо пройти по узкой тропе вверх по течению реки Козылчин. Второе марсовое поле расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. И в любую, даже ясную летнюю погоду там дуют холодные пронизывающие ветра. Алтайский Марс Алтайский Марс нередко называют пособием под открытым небом для изучения геологической истории Земли. Ученые считают, что красно-коричневые слои сформировались здесь более чем 300 миллионов лет назад. К этому же периоду относятся и зеленые тона. Породы состоят из глины с примесью песчаника и известняка. Ржавчина, оксидная пленка на поверхности планеты – редчайшее явление в Солнечной системе. Она существует лишь на Земле и на Марсе. Красным Марс стал именно благодаря ржавчине. По этой же причине стал Марсом и Козылчин. Река Козылчин берет начало в горном массиве Сукор. Протяженность реки всего 20 километров. Ее часто называют спящей. По ночам вода подмерзает и течение останавливается. Утром просыпается. Это место называют местом силы и здесь не принято ночевать под открытым небом. Разноцветные горы можно увидеть и на правом берегу реки Чаганузун. Добраться туда можно только на внедорожнике. Это место менее известно и не столь посещаемо, однако тоже называется Марсом. Его порядковый номер – три. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok